Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Это программа «Тема дня» и сегодня у нас в гостях человек, который знает о танце, и даже не о просто танце, а о танце старинном. Это Екатерина Евсеева, специалист по работе с молодежью подростковых клубов Нижнекамска. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, что такое старинный танец, да? Давайте определим временные рамки. Старинный танец. Исторические танцы, они присутствовали, наверное, не только исторические, а вообще танец сопровождал человека на протяжении всей истории. То есть раньше плясали возле костров, например, а дальше народные гуляния происходили в разных регионах во всем мире. А потом они пошли из Европы, по большему счету, а в Россию привез Петр Первый. То есть были, конечно, народные танцы и в России, то есть первыми представителями народных танцев это были скоморохи. А потом Петр Первый, когда открыл для России Европу, он привез из Европы танцы, которые танцевались при дворах королей. И он в 1718 году организовал ассамблеи, обязательные танцы, придворные. Бояре очень не хотели знать, не хотела танцевать эти танцы. Ну да, там бояре-то были. Да, поэтому было придумано и зарегистрирован свод правил для людей, которые танцевали. То есть, допустим, нельзя было носить сапоги со шпорами, потому что от этого страдали дамские наряды. Плюс появился бальный этикет. Если раньше было дозволено фривольное поведение на танцевальных мероприятиях, то сейчас появились более строгие рамки, свои правила. Петр Первый очень любил шутить. И во время полонеза выводил гостей. Он шествовал со своей парой впереди колонны, вел их по садам, по всему дворцу. И в итоге, под конец, когда уставшие бояре, уставшая знать, заходила в бальную залу, играли в шутку, конечно, похоронный марш. Потому что все выдохлись, все пришли уставшие. А потом настолько людям понравилось танцевать на балах. И в это время вершились судьбы, и какие-то политические дела решались во время танцев. Заключались браки, договора. И это стало частью дворцовой жизни. Сейчас молодежь и взрослые поколения это все возрождает. В Европе тоже очень много исторических мероприятий. У нас преподаватели приезжают из Европы. Такие, как Ричард Пауэрс. Он специалист по началу XX века, по XIX веку. Очень известный реконструктор Фабио Молико из Италии. Реконструктор – это прямо балов, да? Да, он собирает рукописи танцмейстеров прошлых веков, разбирает их танцы. То есть в каждом регионе один и тот же танец приходил по-разному. Да, и не всегда он доходил в том виде, в каком писал танцмейстер для конкретного балла или для конкретного мероприятия. Он ищет самые-самые такие источники и разбирает, даже не сочиняет, а восстанавливает музыку, под которую танцевали эти танцы. Даже вот настолько, да? Да, очень глубоко все это происходит. И потом мы их танцуем в таком виде, в каком, ну, вот реконструкторы их нам дают. Итак, давайте определим рамки исторического танца, на котором специализируетесь вы. Это? У меня, я специализируюсь на XIX веке, и начало XX века. Это модерн немножко рэхтайма захватывает. Да, XIX век, начало XX. И, уважаемые телезрители, давайте посмотрим небольшой фрагмент танцев, а то мы говорим и говорим. Вот, ну, чтобы вы имели представление, о чем вообще идет, в принципе, речь, вот сейчас будет небольшой, небольшая видеозарисовка. Вот мы посмотрели небольшой фрагмент мероприятия, которое было организовано вами. Расскажите вообще, как нижнеканцы восприняли, откликнулись на такую историю, что вот принять участие в реконструкции больных танцев? Сама я начала ездить очень давно. Я ездила одна, у меня не было группы. И вот у нас есть студия в Набережных Челнах, там руководитель, очень хореограф такой хороший, Елена Склярова, она меня позвала на свой бал, а так как бал подразумевает, что это парные танцы, мне нужен был партнер, и я со своим молодым человеком поехала на бал. Мы буквально в течение одного дня изучили легкие танцы, которые можно было станцевать, вот не требуя каких-то там дополнительных навыков. Навыков, да, навыков. Вот, нам очень понравилось, я показала фотографии своим друзьям, первыми моими учениками были мои друзья, а потом, когда мы стали выступать, нас приглашал и музей городской, и на улице мы благотворительные проводили танцы. Кстати, вот НТР нас тоже снимал тогда. Что снимаем? Вот. Люди интересовались, подходили, брали у меня номер телефона, мы созванивались, и первым вот нашим местным обитанием был санаторий Шифалы, нам разрешили позаниматься там немножко, а потом мы стали заниматься на базе ДК Альфа уже. Там нас радушно приняли, дали нам помещение, мы занимались с молодежью, готовились к балам. Для чего вообще нужны эти занятия историческими танцами? То есть это мало того, что мы дружим, начинаем знакомиться, дружить, городами дружить, дружить людьми, которые приходят ко мне на занятия, обычно заявляется какой-нибудь бал. То есть вот у меня есть пригласительные, допустим, вот Саратов, например, ну или мой, вот, например, бал. Я составляю список танцев и делаю в группе анонс, ну, допустим, ВКонтакте, что я буду проводить в таком, в такого-то числа бал, вот такой список танцев у меня присутствует. Все схемы танцев, они исторические, они, их можно найти в источниках, в интернете. Мы изучаем эти танцы, и гости, которые хотят приехать к нам на бал, они тоже готовятся по этому списку. А у себя там готовятся? Да, в разных городах. И когда приходит день бала, они приезжают, и даже если мы первый раз в жизни видим человека, нас объединяет схема танца, нас объединяет танец. Вы здесь марш герцога Карла репетируете, где-то в Саратове тоже репетируете, приезжаете и вместе танцуете. Да, схема одна и та же, и мы его танцуем. Плюс, в чем прелесть исторических танцев, они социальные. Там танец разбит на несколько одинаковых отрезков, они повторяются постоянно. И во время танца происходит прогрессия. То есть одну часть танца мы протанцевали с одним партнером, потом к другим, к третьим. И в итоге так завязываются и дружбы, и интересы. Любая реконструкция подразумевает наряды, образы. А наряды уже вещь недорогая, недешевая, простите, вещь дорогая, да, и щепетильная в производстве в плане того, что если делать самому. Как у вас с этим обстоят дела? Я вот вижу корсет, да, и вы его делали сами. Можно я покажу? Это лен. Здесь, так как это корсет, он прям вот из музея выкройка взяла, из лондонского музея взята выкройка. Раньше не было швейных машин, и прошивалось все вручную. Вот если посмотреть, вот здесь вот все вручную сделано. То есть обработано все вручную. Но я на самом деле немножко схитрила, потому что вот эти вот строчки все-таки я делала на швейной машинке, да. А все остальное это вручную натуральные ткани, настоящий покрой вот именно того века, в котором эти корсеты носили. А вообще, как создается костюмы? У меня есть литература. История мода. Да, история мода, очень интересные журналы вот выходили, прям я так радовалась, когда они появились у нас. Допустим, вот начало 20 века, это модерн. Вот здесь это ампир, это наполеоника, это начало 19 века. И вот это Жозефина. Мы можем найти очень много гравюр, картин, где изображены дамы и кавалеры. Вот Пушкин, допустим. Ну, это как бурда-мода, но... Да, 19 века, да. Тут вот нарисовано, как дуэли происходили, допустим. И здесь вот бал как раз. Здесь мы можем посмотреть костюмы и воссоздать точно такой же крой. Можно посетить какие-то музеи или просто посмотреть фотографии из разных музеев, посмотреть, как это кроилось, какая была ткань, какая была отделка. И собирается в зависимости от того, какой балл заявлен, то есть если это 19 век, начало, то вот ампирные платья. Если это Пушкин, то это вот эпоха Бидермайера, это вот уже вот такие пышные платья, кавалерские наряды, дамские наряды. Мы стараемся сохранить силуэт платья. И новоделы как бы, да, это все? Есть реально в Нижнекамске какие-то ретро-платья? Ну, сейчас ретро-платья, ну, мы, во-первых, ткани не достанем. Мы можем достать что-то очень похожее. Допустим, тофту можем достать. Очень интересно, кстати, шить много костюмов. Шьются из портьерных тканей, потому что они как раз и тяжелые, и рисунки там очень похожи. Вот если посмотреть, да, вот настоящая портьерная ткань. Плюс, конечно, нужны будут аксессуары на голову, какие-нибудь вот такие вот цветочки. Вот сейчас тоже это все делается вручную. Веера, перчатки. Вот это вот, например, держатель для перчаток. Это настоящая винтажная вещь, то есть это вот, ну, практически музейная вот вещь. Вот эта, да? Да, я ее заказывала. Это начало 20 века. Зажим для перчаток или зажим для веера. То есть он подвешивался даме на пояс, и дама могла в любой момент прикрепить веер, например, и потанцевать, потом снова взять и освежиться. Вот. Дальше есть бальные книжечки. Вот такие. А бальные книжечки что записываются? Здесь вот, ну, мне кавалеры пишут приятные вещи. Кто-то стихи пишет. Слушайте, а выглядит как у Пушкина. Да, она, кстати, очень интересная. С такой шаром. И плюс, чтобы все-таки у меня была история-история, посмотрите, какая у меня ручка. Ручка перьевая. Перьевая ручка, да. Она, конечно, современная, чтобы чернила с собой не носить, но вот я использую перьевую ручку. Что вы хотите, может, сказать нижнекамцам, которые хотят освоить, но не знают, как, где и с чего начать? У нас в ВКонтакте и в Инстаграме есть группа «Старинные бальные танцы в Нижнекамске». Можно добавиться туда и найти меня, и я расскажу, как к нам попасть. У нас есть три возрастные группы. «Романеско» – это для подростков и молодежи от 14 до 30 лет. От 30 до 55 мы уже занимаемся в Альфе. Это клуб «Монплезир». Там средняя категория. И «Монплезир» переводится «удовольствие», для того, чтобы было понятно. «Монплезир» – «мое удовольствие». «Мое удовольствие», да. Для того, чтобы было понятно, со старшим поколением у нас клуб так и называется «Удовольствие». Он тоже находится в ДК «Альфе». Там занимаются уже от 55 и старшие люди. То есть самой старшей участнице у меня 78 лет. Мы занимаемся там не только историческими танцами, но и шотландскими танцами. Ну, это была Екатерина Евсеева. Внизу вы видите контакты, как можно связаться с девушкой и изучить исторические танцы. Оказывается, я в конце передачи сейчас признаюсь, оказывается, я знаю исторический танец. Это танец у костра. Но, наверное, хочу изучить еще и какую-нибудь мазурку. Так что ждите в гости. А это была программа «Тема дня». Счастья вам и здоровья. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова